Доброго ранку, мы из Украины! А перед оглашением потери я хочу напомнить, что сегодня идет 516 день ожесточенной войны, которую Россия варварски развязала и ведет против независимого государства Украина. В горячей войне мы Украину победим за два дня. Чего ее побеждать-то, господи, ну Украина! А вчера в Санкт-Петербурге на встрече диктатора Лукашенко с диктатором Путиным картофельный магнат прямым текстом Путину заявил, что мол его начали напрягать ЧВК Вагнера и хотят идти на Польшу, брать Жешев и Варшаву. В это время в Польше напряглись и уже перебрасывают границы дополнительные войска. Да-да, не удивляйтесь! А сегодня российские СМИ сообщили о атаке на Москву неизвестных беспилотников. Повреждено два здания. Одно здание находится с Министерством обороны РФ. Второе здание – это бизнес-центр, в котором находится представительство Леруа Марлен. Ну и сегодня крымские телеграм-каналы сообщили о звуках взрывов, которые были слышны в различных частях крымского полуострова. Старый Крым, Симферополь, Джанкой, Армянск – именно там местные жители слышали по несколько оглушительных взрывов. Также потом гауляйтер Крыма написал, что в Джанкойе беспилотникам поражен склад боеприпасов. Идет детонация, пламя, дым до небес. Вокруг склада всех эвакуируют. А за последние сутки еще 660 российских оккупантов больше никогда не вернутся в Россию живыми. А всего же с 24 февраля 2022 года, с начала войны, на территории Украины было ликвидировано 242 620 российских захватчиков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok